Посещение Гринцберга было частью важнейшей дипломатической миссии Великого Посольства. Причин сновидеть посольство Европу царям было несколько. Это и решение дипломатологических задач, и острое желание государя учиться кораблям. Только с северным флотом можно бороться за выходы Балтийского, Шольман и Азовского майя. Посольство погибло Москву в начале марта, и вот уже позади Рига не там Ливанш. Впереди Пруссия. Пётр Первый путешествовал с жид под именем бурятников и вооруженского полка Петра Хайлов, сам стал шурвалов Калиона Святой Георгией. Пурс напелал пород и крепость в Брэндонбургском. Пюрта при Прикатрии. Это было первое плавание в Балтике будущего создателя форума российского. Не надо. Пюрта при Прикатрии. Пётр Хайлов было в четверг. Пётр Хайлов довольно много времени провёл в крепости Фриктинс, постройке середины XVII века. В ней был воплощен опыт лучших европейских космонавтикаций. Котель стояла на левом перегоре Европы и закрывала вход в воду со стороны моря. В русской цикотеле Петр совершался в преливе и среклассной артиллерии и в организации феврентов, за что получил аттестат совершенного в минале упора, осторожного и искусного агнестейского мастера и художника. Прибыв в Голландию, государь записался плотником на корабельную езь Лесторой Псарда, который был в то время одним из центров корабльностроения. Ежедневно Петр отправлялся на работу и трудился без отдыха до полу. Затем обедал, а иногда ходил в гости к семье какого-нибудь царганского корабельного плотника, работавшего в то время в России. Легенды о визитах русского государя в эти бедные дома до сих пор сохраняются в царгане. Продолжил свои потенческие занятия Гердер Михайлов на версии постинской компании в Мамстердаме. Под руководством королевного мастера Герри Декласа Поля он познакомился со всеми этапами строительства фреган, от подготовительных работ до отделки уже спущенного земли. После обучения будущий император получил аттестат корабельного плотника, первый в России морской сертификат об образовании. Учитывая вкусы высокой особы, местные власти организовали показательное морское сражение, в котором Петру довелось командовать одному везду. Голландия все же разочаровала царь. Великая морская держава не располагала в то время необходимой теории кораблестроения. Всякий корабельный мастер делал все по-своему разумею. Петр Первый отбыл британский коллегам. Занявся, наконец, изучением основ конструированных кораблей, русский царь смог на королевских верфях в Дерпштабе. Теперь царь уже не брался за топор, уделяя все внимание теории кораблестроения. Петр также с восторгом принял участие в показательном морском сражении, устроенном для него английским камерам, и осмотрел все наиболее крупные суда английского флота в Порске. Затем было еще трехниильное пребывание в Вере и намерение отправиться в Деменство, где полный вход ушла подготовка встреч посольствия. Но из Москвы пришли ревожные действия на путь через стрельцов машины. 25 августа 1698 года Петр Первый и послые прибыли в Москву. Закончилось небывалое в истории российского государства, как по продолжительности полтора года, так и по последствиям дипломатическое предприятие. Петр начал масштабные реформы российского государства. Исключительная заслуга Петр Первого состоит в создании регулярного флота. И во многом, благодаря полученному в Европе опыт, за 29 лет в деятельности ему удалось создать 149 миллиметров и результатов множества мелких городов. В строительстве судов участвовали около 50 государственных предприятий России. Полонинская, Воронежская, Казанская, Архангельская, Самая Большая Адмиралтейская и другие. Петр смог основать новиканские школы, морскую академию, издать морской устав, одержать победы над турками и шведами, открыть для России морские люди. Россия пошла в число сильнейших морских держав. Под учрежденным метром первым Андрейским флагом совершали кругосветный флаг. Открывали новые земли. Шли в бой многие поколения морских морков. Сегодня Андрейский флаг развивается над житых с Курским воротом. Напоминая о славном пути строительства флота в России. Пути, что проходил через город, из которого на исходе 17-го столетия молодой русский царь отправился учиться строить корабли. И где в столетии 21-го фолио-зубы есть мысли и каждый. День городейного воскресения в России.